итак всем привет это наш следующий выпуск ветеринарные новости первая наша новость код помог наса отправить потоковое видео из глубокого космоса специалиста лаборатории реактивного движения национальное управление по аэродинавтике и исследование космического пространства сша наса провели эксперимент по трансляции потокового видео из глубокого космоса в тестовом видеоролике рыжий код по кличке тайерс тайтерс гоняется за красной точкой от лазерной указки материал был размещен на официальном сайте лаборатории вот он наш код соответственно так согласно публикации задача экспериментального комплекса является испытание технологии передачи на землю больших объемов научной информации и трансляции виде видеоматериалов с марса но чтобы сделать это знаменательный событий событий еще более запоминающимся они с дизайнерами решили создать забавное видео рассказал руководитель проекта билл клип стайн в ролике рыжий кот тайтерс принадлежащий одному из сотрудников лаборатории в течение 15 секунд гоняется следом за следом от лазерной указки кошка стремится стремительно менять положение при этом наложенная графика иллюстрирует орбитальный путь космического аппарата психи 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 купол телескопа хейла и другую техническую информацию кроме того отображаются показатели сердцебиения кота и данные о его окрасе и породе вот оно видео давайте с вами его и посмотрим вот такое коротенькое видео это была наша первая новость и итак новость номер два салат мне в миску могут ли домашние собаки и кошки быть вегетарианцами личное мое мнение что конечно не стоит у них организм заточен именно под животные белки нередко те владельцы домашних животных которые придерживаются веганство и вегетарианство переводят растить на растительный рацион своих питомцев попробуем с помощью экспертов разобраться насколько приемлемо и безопасно вегетарианство гигантская еда диета для собак и для кошек но эту статью вы можете почитать на телеканала канале wish от 25 декабря мое мнение что нет не стоит собак и кошек переводить чисто на монодиету столько овощей фрукты и зелень это не очень хорошо будут изменения и в окрасе и здоровье и в пищеварении очень много всего поверьте так что категорически нет не стоит переводить животные белки собака обязательно должна получать это мое личное мнение следующая наша новость феды а выпустила предупреждение об опасных ветеринарных препаратов в чем же суть новости американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов феда направила предупреждение предупреждающие письма 9 производителям и дистрибьюторам противомикробных препаратов для животных которые не были утверждены или продаются под несоответствующий торговый маркер об этом сообщили на сайте американская ассоциация ветеринарной медицины со ссылкой на заявление феды а по данным речь идет о продуктах предназначен для мелких домашних животных такие как аквариумные рыбки и птицы а я я птичьи надо беречь эти продукты содержат противомикробные препараты которые признаны жизненно важными в медицине амоксициллин пенициллин тетрациклин эритромицин но продаются без соответствующей маркировки и без рецепта в принципе все означенные препараты используются для лечения птиц без каких-либо проблем такие препараты для животных представляет двойной риск для общественного здравоохранения они не прошли процедуру проверки и мы не знаем безопасны ли они имеют ли заявлено действие и даже содержат ли вещества указанные на этикетке цитирует а в ма заявление директора центра ветеринарной медицины покупателям ветврачам поставщикам ветеринарных услуг было предписано немедленно утилизировать ненадежные препараты а также сообщить фд а о любых побочных эффектах выявленных у животных при применении у данных указанной продукции ну да я бы тоже не рекомендовал покупать вет препараты которые не пришли вет лицензию а иначе будет куча проблем с которым потом придется долго разгребаться и это очень финансово накладно третья новость в россию из азербайджана доставили еще 306 тысяч яиц но теперь товарищи на новый год у всех будет вкусное и оливье с яйцем россии хознадзор сообщил поставках второй партии из азербайджана импортные поставки продукции позволят стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке ну не знаю сейчас на рынках ажиотаж люди скупают все что можно и все что нельзя ну по крайней на 31 декабря первую партию азербайджанских яиц в количестве 36 тонн везли в россию 19 декабря поставки импортных яиц производит позволит стабилизировать ситуацию на российском рынке на неделе с 5 по 11 декабря цены на куриные яйца выросли еще на четыре с половиной процента а сначала года они подорожали уже на 46 процентов да яйца все становится дороже и дороже ладно это была наша четвертая новость про яйца и пятая новость рос качество займется проверкой точек продажи шаурмы и так ну не знаю точек очень много что они там на проверяют но пусть проверяют чем чем больше проверки тем здоровее будет жизни наших людей организация продолжит исследование мясной продукции в первую очередь той при производстве которой должны соблюдаться температурные режимы также большинство большое количество просьб поступает в раскачество проверки точек продажи шаурмы и до в 2024 году такое исследование будет проведено а так только в 2024 году но ладно хотя бы так потому что в принципе да я так понимаю случаются случаи отравления от шаурмы в случае использования некачественного мяса для производства эти шаурмы так в этом году в россии произошло сразу несколько резонансных случаев массового отравления людей после посещения точек общественного питания или заказа готовой еды по информации рост сельхознадзора в шести регионах страны только шаурмой отравилось более 350 человек так что да пусть проверяют шаурму но что поделаешь шаурма шаурма очень вкусная она и так покупайте пищу в проверенных источниках я поздравляю всех с наступившим новым годом желаю всем здоровья и счастья успехов во всем подписывайтесь на мой канал будьте в курсе всего полезного и интересного с вами был ветеринарный врач и орнитолог чугуевский владимир владимирович спасибо за внимание и и и и и и